Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы хотели бы представить вам нашу новую приставку UGO модель премиум. Основные характеристики этой приставки. Колесо 10 дюймов с высоким протектором. Вес самой приставки вместе с подставкой вес 11 кг. Максимальная скорость составляет 30 км в час. Запас хода на одном заряде аккумулятора также составляет примерно 30 км. Этот параметр также зависит от некоторых факторов. Отличительные черты именно этой приставки это конечно удобный съемный аккумулятор. Который буквально за одну секунду вы сможете снять, установить, поменять на дополнительный. Путешествие с данной приставкой вы также будете иметь доступ в самолет, поскольку емкость аккумулятора не превышает нормы авиаперевозок. Устанавливается эта приставка, как и ранее другие наши приставки, на большинство колясок базового и активного типа. На эту приставку, как и на другие наши приставки, мы конечно же даем гарантию. Продолжение следует... А теперь расскажем о более подробных характеристиках этой приставки. Габариты. Длина от колеса до верхней части руля составляет 95 см. Но рабочая высота руля, в тот момент, когда вы приставку присоединили к коляске, будет составлять примерно 85 см. Именно эта высота руля, на наш взгляд, наиболее комфортна для передвижения. Вес приставки составляет 11 кг. То есть, в принципе, со здоровыми руками не составляет труда, чтобы поднять, переложить в багажник машины. Но и эту задачу можно упростить. Если аккумулятор отсоединить, аккумулятор вы сможете положить отдельно. И сама приставка уже будет весить на пару килограмм легче. Руль складной, складывается одним движением. Складной руль пригодится, если вы часто путешествуете, чтобы минимизировать габариты, уложить приставку в тот же багажник автомобиля. Ширина руля составляет 60 см. Но по запросу, для тех, кому это необходимо, мы сможем предложить нескладной руль, ширина которого будет составлять всего 40 см. Вынос руля у данной приставки также регулируемый. Вынос – это та часть, которая соединяет руль с рулевой стойкой. То есть, если ослабим шестигранник, то есть возможность наклонить руль ближе вперед, тем самым сделав его повыше, либо среднее значение, либо опустить вниз для тех людей, кому это необходимо. После этого вы нас фиксируете, и он остается в том положении, которое вы задали. Все приборы, которые находятся на руле, вы сможете установить в нужной вам ориентации. Для этого достаточно маленьким шестигранником ослабить, например, переключатель, и сможете провернуть в нужном вам положении. Включается приставка поворотом ключа, ключа два, один из них запасной. Рычаг газа мотоциклетного типа, хват всей рукой и поворот. Что касается дисплея, то он информативный. Помимо отображаемой скорости, здесь отображается уровень заряда аккумулятора в виде шкалы и пяти делений. Также трип – это пробег за текущую поездку, который обнуляется при каждом выключении. Одометр – это общий пробег за всю историю приставки, который накапливается с каждой поездкой. И вольтаж, где вы сможете более точно определить состояние батареи, насколько она заряжена, разряжена. Также на руле находится клавиша включения света фары и кнопка звукового сигнала. Следующий переключатель отвечает за включение реверса, то есть движение назад в этом положении едем вперед, в этом положении едем назад. Далее клавиши выбора скоростного режима, скорости всего три. Крайне левая – это первая скорость, среднее значение – вторая скорость, и крайне правое положение – это третья скорость. И оранжевая клавиша – круиз-контроля, для того, чтобы можно было зафиксировать скорость в нужном вам положении. Работает эта функция при скорости от 5 км в час. Для фиксации скорости, когда вы выбрали необходимую скорость, достаточно кратковременно нажать эту клавишу, скорость запоминается, и руку на рычаге газа можно ослабить. Приставка будет двигаться с заданной скоростью. Чтобы выключить функцию круиз-контроля, еще раз нажимаем эту клавишу, либо рычагом газа меняем скорость, либо рычагом тормоза притормаживаем. Круиз-контроль также в этом случае отключается. Что касается рычага тормоза, по умолчанию мы ставим тросиковый тормоз, по типу как велосипедный, с функцией ручника. Чтобы поставить на ручник, достаточно зажать тормоз, и указательным пальцем рычажок потянуть к себе. В этом положении колесо блокируется и не откатывается. Так вы сможете зафиксировать приставку на уклоне, чтобы не ставить на тормоза коляски. Если вы используете приставку без подставки, бывают такие ситуации, когда людям подставка неудобна, то в этом положении на ручнике есть возможность приставку поставить, облокотив в угол, например, и она не будет откатываться. Для того, чтобы снять с ручника, достаточно просто нажать на рычаг тормоза, ручник отщелкивается, и колесо вновь разблокировано. Тросик мы устанавливаем из нержавеющей стали. Если попадет внутрь тормозной линии вода, то тросик не окисляется. В противном случае, если где-то на велосипедах, например, используются стальные тросики, то при попадании воды они окисляются, и в тормозной рубашке ход их становится затруднительным, либо совсем блокируется, и тормоза оказываются в нерабочем состоянии. Здесь же мы ставим сейчас тросики из нержавеющей стали, которые даже при попадании влаги у вас не испортятся. Трос тормоза, в отличие от других приставок, спрятан внутри корпуса, то есть снаружи ничего не торчит, не болтается, вся тормозная линия проходит внутри рулевой стойки. Также вы сможете самостоятельно отрегулировать натяжение тормозных колодок. Для этого есть две регулировки. Сверху на руле, откручивая гайку и фиксируя контргайкой, вы тем самым натягиваете тросик, и колодки на тормозном диске ближе прижимаются к диску, то есть и рабочий ход тормоза уменьшается. Вам это периодически нужно будет делать, потому что колодки стачиваются, расстояние до диска увеличивается, и эффективность со временем может теряться. То есть при нажатии на тормоз не будет происходить должного торможения, поэтому нужно будет самостоятельно регулировать. Такие регулировки здесь две. И вторая регулировка – это на тормозном суппорте. Вот это верхняя гайка тормозного суппорта. Вы ее также выкручиваете против часовой стрелки, и тросик натягивается. Что касается рычага тормоза. Это механический тормоз, но он оснащен кнопкой-концевиком. При небольшом нажатии на рычаг тормоза еще не происходит торможение дисковым тормозом, но как раз срабатывает концевик, и активируется электронное торможение. Оно не такое эффективное, как механическое торможение, но тем не менее в некоторых ситуациях оно бывает, что пригождается, когда вы понимаете, что состояние дороги отличное, запас тормозного пути у вас большой, и можно притормаживать электронное торможение, тем самым вы экономите ресурс ководок. Для людей со слабыми руками, с шейной травмой, предлагаем установить дополнительный упор, чтобы давить на рычаг газа можно было запястьем. Что касается тормоза, предлагаем установить дополнительный моторычаг тормоза, который приводится в движение всей рукояткой с дополнительным упором под запястье. То есть есть возможность сделать и рычаг газа с упором под запястье без задействия пальцев рук, так и рычаг тормоза. Что касается самого аккумулятора. Аккумулятор съемный, выполнен в одном корпусе с рулевой стойкой, сохраняя лаконичный внешний вид. Аккумулятор быстросъемный, отстыковывается поворотом ключа. Ключа всего два, второй запасной. Гнездо заряда находится на самом аккумуляторе. Это очень удобно для того, чтобы вы аккумулятор могли отстегнуть от приставки. Приставку оставить, например, в багажнике машины, либо на первом этаже, у кого такая возможность есть, и взять с собой лишь один аккумулятор, для того, чтобы его зарядить. Зарядное гнездо находится под резиновой заглушкой. Заглушка исключает попадание влаги и посторонних предметов. Также на самом аккумуляторе имеется индикатор отображения уровня заряда. Всего три положения. Синий цвет, значит, полностью заряжена. В среднем положении, когда аккумулятор разряжен наполовину, загорается зеленая. И в случае, если аккумулятор разрядился, при нажатии на клавишу будет загораться красный цвет лампочки. Сам аккумулятор выполнен в металлическом корпусе, без торчащих острых элементов, без каких-либо торчащих проводов. На аккумуляторе находится наклейка, на которой отображены все параметры данного аккумулятора. Эта информация вам пригодится в том случае, если вы собираетесь путешествовать самолетом, подтвердить характеристики аккумулятора, показав соответствующую наклейку. Здесь все необходимые параметры указаны. Как правило, их достаточно. В целом, по авиаперелету у нас есть статья, которая прилагается в инструкции. И для того, чтобы подготовиться к перелету, желательно ознакомиться с этой статьей, где все мы подробно рассказали про перелет. Вот силовое гнездо аккумулятора, в котором оно стыкуется с приставкой, находится сверху. Это очень важно. Почему? Потому что, когда идет дождь, влага, которая стекает с приставки, скапливается внизу. И в том случае, если на каких-то приставках силовой разъем находится снизу, то он подвергается воздействию влаги, он окисляется, может выйти из строя. Здесь это исключено, поскольку разъем находится сверху. Плюс сам разъем имеется резиновое уплотнение. То есть, влага туда не попадает. Корпус, как и корпус аккумулятора, выполнен полностью из металла. Это авиационный алюминий. Провода и трос тормоза не торчат. Все выведено внутрь корпуса. У данной приставки есть подставка, для того, чтобы она могла стоять самостоятельно. Высота подставки регулируется. Для этого есть несколько отверстий. Фара имеет регулируемый угол наклона. Фара совмещена со звуковым сигналом. В рулевой колонке, то есть в механизме поворота руля, установлены качественные промышленные подшипники закрытого типа, которые более долговечные и бесшумные. Колесо у данной приставки имеет размер 10 дюймов. В первой расчете на сантиметры это 25,5 сантиметров. Покрышка имеет высокий протектор, с которым люди успешно передвигаются, в том числе и зимой, по очищенным снежным тротуарам, по скользким поверхностям. Давление в колесе мы рекомендуем держать в диапазоне 4-5 атмосфер. За давлением нужно следить. Не допускайте, чтобы она опускалась ниже 2 атмосфер. Иначе будет происходить износ и покрышки, и камеры. Также, чем выше давление в колесе, тем выше набираемая скорость, лучше динамика, меньше расход аккумулятора. Также на колесе установлен дисковый тормоз. На наш взгляд, это самый надежный тормоз из тех, которые могут использоваться в приставках. Если сравнивать с барабанным тормозом, да, там закрытый тип тормоза, но там большая площадь тормозных колодок. На что это влияет? Если вы попали в какую-то лужу, либо идет дождь, и барабанный тормоз у вас намок, то эффективность торможения барабанного тормоза в этом случае сильно падает, поскольку вода, она не вытесняется из колодок. То есть при нажатии на тормоз остается пленка воды, которая мешает торможению. И для эффективного торможения после намокания барабанный тормоз нужно просушивать, то есть двигаться и кратковременно притормаживать несколько раз, чтобы испарить, высушить влагу из колодок. Здесь же используются дисковые тормоза. Площадь колодок значительно меньше. И при нажатии на рычаг тормоза происходит более плотный контакт колодок с диском за счет меньшей площади. И тем самым вода вытесняется. Также этому способствуют отверстия, которые находятся на самом диске тормоза. Через них также выходит лишняя влага. И даже при намокании этот тормоз остается весьма эффективен. К этой приставке мы предлагаем дополнительные опции. На наш взгляд важная опция, новинка в наших приставках это держатель для телефона. Устанавливается на верхнюю часть рулевой трубы, имеет быстросъемное крепление, а также очень важная функция, на наш взгляд, в данном держателе это беспроводная зарядка. Если ваш телефон поддерживает данную функцию, то есть устанавливаем телефон, приставка включена и зарядка уже пошла. Держатель можно развернуть как в вертикальной ориентации, так и в горизонтальной. Для тех телефонов, где не поддерживается функция беспроводной зарядки, здесь есть разъем под резиновой заглушкой, куда вы сможете подключить кабель и тем самым запитать ваш телефон. Посмотрим, сколько времени занимает установка адаптера, когда человек устанавливает его снаружи, то есть не сидя в коляске. Все, адаптер установлен, сейчас мы попробуем это сделать, уже сидя в коляске. Это будет менее удобно, но тем не менее тоже возможно. Адаптер устанавливается в рамные хомуты с поворотными фиксаторами, они находятся по бокам. В одном из поворотных фиксаторов имеется круглая отверстия, в другом овальная. Так вот, удобнее всего, если вы будете сначала втыкать металлический палец в круглое отверстие, а потом уже в овальное, так легче будет произвести установку. Так, начинаем устанавливать. Один палец установлен, второй установлен. Ну, конечно, ко всему нужно привыкнуть, и нужна некоторая сноровка. Извлекаем адаптер. Тоже несложно, в принципе, пару секунд, и опять же устанавливаем. Втыкаю сначала в овальное отверстие. Так, попал. И теперь, точнее, было сначала в круглое отверстие, и теперь в овальное. При этом можно немножко пошатывать адаптер, чтобы он по оси выстроился, и так легче будет пальцев воткнуть. Устанавливаем приставку на коляску. При этом руль лучше держать сложенным, так легче будет его пристегнуть. Подводим верхним валиком адаптера под верхний крючок. То есть, сколько времени это занимает. Все, приставка установлена. То есть, в принципе, пару секунд достаточно для того, чтобы ее установить. Чтобы отстыковать приставку, также смотрим, сколько времени это занимает. Одной рукой удерживать за руль, чтобы она на вас не упала, а другой рукой уже тянуть за рычаг. Тоже пару секунд требуется для того, чтобы ее отстыковать. При этом адаптер пересадки с коляски либо на коляску в большинстве случаев людям не мешает. Но это зависит от конструкции коляски также. На активных колясках адаптер больше идет внутрь и меньше, чем в данном случае мешает ногам. Несомненным плюсом приставки к премиум, конечно же, является возможность быстросъемного аккумулятора. Настолько быстро можно поменять аккумулятор. А запасной аккумулятор можно заряжать отдельно. Для этого зарядное гнездо находится прямо в аккумуляторе под резиновым уплотнением. Также на каждом аккумуляторе присутствует индикация заряда аккумулятора в виде трех светодиодов. Зажимаем клавишу – горит синий светодиод, что означает 100% зарядку. При половине заряда будет отображаться грин, то есть зеленый светодиод. И при разряженном аккумуляторе будет отображаться буква «Р», это красный светодиод будет гореть. Но более точно отслеживать состояние аккумулятора лучше все же по дисплею. Также, если вы планируете пользоваться коляской вместе с приставкой достаточно часто, то рекомендую сделать одну манипуляцию, которая на многих колясках поддерживается, но про которую не все люди знают. А именно, сейчас начну с физики, центр тяжести у коляски с приставкой находится в основном под задними колесами. Это влияет на то, что переднее колесо у приставки мало нагружено, и при движении в горку оно может пробуксовывать. Конечно, мы можем это минимизировать, например, навалившись массой тела на руль максимально, то есть сместившись, навалившись, так будет легче колесу, и вы более эффективно заедете в горку. А также, вот как раз то, о чем я начал говорить, на некоторых колясках существует возможность перенести ось колеса немного назад. Смещая ось назад, мы этим самым переносим центр тяжести от заднего колеса в сторону приставки. Это будет эффективно влиять при движении в горку, и будет таким образом меньше пробуксовок. Сейчас я сниму колесо и покажу конкретно на коляске от Табок Старт, как это можно реализовать. То есть, вот здесь находится кронштейн крепления заднего колеса. Ранее он был установлен, то есть, развернут вот этой частью вот сюда, то есть, ось была здесь. Вы его просто откручиваете и вот эту алюминиевую часть с осью разворачиваете и переносите назад. И также на место фиксируете. Тем самым примерно вот сколько здесь сантиметров 7-10 вы смещаете ось колеса и тем самым благополучно нагружаете колесо приставки. На других колясках такая возможность также зачастую присутствует. Учитывайте тот факт, если вы часто пользуетесь ограниченными пространствами, поскольку перенося колесо назад, вы немного увеличиваете габариты от края приставки до заднего колеса коляски. Вот на то самое расстояние, на которое по оси вы сдвигаете. Также для того, чтобы более эффективно подниматься в горке и чтобы руль более удобен был для вас, рекомендую устанавливать приставку как можно близко к подножке. Это происходит в момент первоначальной настройки и регулировки. Советую, колесо устанавливает насколько это возможно к подножке, тем самым вы сможете его больше нагружать. Ну и, как правило, положение руля в этом случае будет более близким к вам. Для начала движения включаем приставку, снимаем коляску с тормозов и можно отправляться в путь. Продолжение следует... Продолжение следует... Попробуем заезжать в него без разгона, то есть подъезжаю вплотную к пандусу и только тогда нажимаю на газ. Поехали! 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 Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня за рулем Александр, как раз Александр и собирает в основном приставки премиум, так что его рук дело, прошу любить и жаловать. И также Александр сам испытывает то, что мы делаем. Ну все, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сейчас попробуем заехать в этот же бордюр. Ну, высота достаточно большая. Для данного колеса 10 дюймов мы советуем максимальную высоту бордюра, ну, не более 5-7 сантиметров. Здесь значительно больше, но тем не менее я попробую заехать с небольшого разгона. Не советую это делать, то есть это, возможно, травмоопасно будет, но ради эксперимента сейчас сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас еще разок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в принципе, удалось. Пришлось мне руль на себя дернуть, чтобы немножко приподнять его. И заехать смог. Сейчас замеряем рулеткой, сколько сантиметров получилась высота этого бордюра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порядка 10 сантиметров высота бордюра составляет. Начинаем движение в пандус. Специально не разгоняюсь, чтобы показать при старте движения, будет ли у нас пробуксовка. С разгоном, конечно, без проблем можно заехать. Но именно при старте, когда расстояние ограничено, то есть нет куда разогнаться, лучше всего будет провести сравнение. Ну, в принципе, мне даже не приходится наваливаться. Я вот даже назад могу максимально сесть, приставка нормально вытягивает. Конечно, угол подъема здесь не такой большой. Развернулись. Спускаемся обязательно на механическом тормозе. То есть можно зафиксировать на уклоне. Сейчас заезжаем в тот же самый пандус, но задним ходом. На задней передаче мощность ограничена, поэтому в довольно крутые горки подняться не получится. Ну и тем более движение назад не так удобно. В принципе, мощности в этот пандус хватает без проблем. Опять же, нужно учитывать вес. У меня 70 килограмм. Если вес будет 80, ближе к 100 килограммам, то, возможно, подняться задним ходом не получится. Вот, кстати, здесь у меня мощности уже не хватило. Сейчас попробую еще до конца доехать. Ну вот, все. Не хватает. Здесь помогаю рукой. Нет, нет, спасибо. Вот люди только что спросили, нужно ли помогать. В нашем городе добрые люди, отзывчивые люди. Их не нужно просить, они сами подойдут. Надеюсь, что в вашем городе такая же ситуация. Тестируем приставку премиум с колесом 10 дюймов в условиях зимы. У нас выпал снег. Смотрим, насколько хорошее сцепление с поверхностью. Какие препятствия дают нам преодолеть. Не думайте, что приставка это вездеход. Но, тем не менее, зимой передвигаться это возможно. Для тех, кто не боится замерзнуть и кто понимает особенности управления в зимний период. Потому что все-таки скользко, это нужно учитывать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы работаем, развиваемся. Наши приставки также модернизируются. Оставляем лучшее, добавляем новое. К этой модели также мы давно шли и наконец-то можем вам ее представить. На наш взгляд, это лучшая из тех приставок, что на данный момент мы изготавливаем. Благодарим за просмотр. Это компания UGO и наша новая приставка, модель Premium.